Приветствую вас, ну и в первую очередь, давайте скажем так. Ради чего вы все это терпите, ради чего, для чего? Как сказала моя коллега, человек не изменится, он останется таким же, и вы только вредите себе, потому что мужчины воспринимают вас как средство. Как атрибут социального статуса, не более того. Вы ему попробуйте сказать, что любите, но не будете терпеть это все, и если он не пригласит, уйдете. Он не пригласит, вы действительно уйдете. Покажите ему, что вы ему не пригласите, покажите ему, что у вас есть свои интересы, своя гордость, свое самомнение. И тогда, увидев, что он действительно может вас потерять, мужчина и проявит к вам то отношение, которое у него на самом деле. И если чувство есть, он начнет вас возвращать, просить и прощение меняться. Если чувств нет, ваш адрес посыпется, оскорбление, обвинение. И это будет означать, что отношения с молодым человеком у вас не получатся. Еще рекомендую оценить, что мужчина вам дает. То, что вы на него делаете, говорит о том, что это не только личные отношения, а есть что-то еще. Что-то еще очень важное такое, что нужно лично вам. И вот это что-то нужно выявить, чтобы понять, как лучше этого добиться, без молодого человека. И тогда вы не будете от него зависимы. Тогда у вас будет свобода, и вы сможете проявить волевое решение, такое, которое лучше именно для вас, а не для него, не в контексте его. И вот именно так вам нужно поступать, а не терпеть и не ждать своего срыва или чего-то хуже. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в Сагу. Если вам понравилась моя дверь, буду благодарен, если сделаете его лучше.